Брошенный детсад, недостроенная школа и жители, бунтующие против вырубки парка. Повестка рабочего визита Алексея Текслера в Копейск стала одной из самых острых. На что жители пожаловались в главе региона и какие проблемы получится решить только после вмешательства губернатора. Подробности в сюжете. Мы считаем, что нужно делать все по проекту, потому что действительно очень много плохих деревьев. Современные места отдыха у жителей Копейска пока в дефиците. Единственный парк Победы представляет собой километры неухоженных зарослей. В этом году власти представили проект благоустройства, но устроил он не всех жителей. Ранее активисты выступили против вырубки зелени. Это нанесены деревья, которые попадают в том числе под спил. Естественно, на парковочных зонах мы посмотрим, как их все это оставить. Сегодня парк посетил губернатор. Алексей Текслер отметил, что городу не хватает зон отдыха. Это подтвердил и онлайн-опрос. По мнению главы региона, при разработке проекта должны максимально учитывать мнение жителей. Парк городу нужен. У меня в этом смысле никакого сомнения нет. Конечно, к тем деревьям, которые можно и нужно сохранить, это нужно сделать. Причем примеры уже есть. Сквер на улице Калинина. Тут поставили лавочки, установили горки и качели. Появилась и спортплощадка. Правда, и здесь есть куда стремиться. Некоторым копейчанам не хватило пространства для отдыха. Сейчас дети пойдут из школы. Все будут по этой площадке лазить. К народу тьма, малышам, допустим, играть вообще негде. Алексей Текслер поручил мэру взять расширение сквера на заметку. Побывал губернатор и на площадке, где идет строительство детского сада на 200 мест. Самый ожидаемый копейчанами объект стал самым большим разочарованием. Сдать его должны в ноябре. Но строители еще только забивают сваи. Вы понимаете, какой объект вы строите? Потому что там не торговый центр, грубо говоря, строите для кого-то. Вы строите детский сад для детей. Что мы видим? Очевидная задержка. У вас там в апреле контракт заключен. Мы сейчас смотрим на сваенное поле, и то не доделанность. К тому, что рабочие уложатся в сроки, Алексей Текслер не поверил. Теперь строительство будет на жестком контроле личного губернатора. Еще один объект, который ждут горожане – школа на тысячу мест. Со сроками здесь тоже запоздали. Оказалось, что проект был сделан с ошибками. Пришлось переделывать и заново проходить экспертизу. Главу региона такая ситуация не устроила. У нас большинство проблем стройки – это проблемы проекта. Эти проекты делают некачественно. Министерство, между прочим, это принимает. Ну, изыскания были и так далее. Но стройконтроль надо обеспечивать таким образом, чтобы любые изыскания контролировали. Чиновников ждал отдельный разговор с главой региона. Проконтролировал Алексей Текслер и ремонт спортзала в школе номер 6. Это самое старое образовательное учреждение Копейска. Закончить работы обещают к 1 сентября. Губернатор лично проверил, насколько в школе готовы к началу учебного года. Осмотрел новую столовую, классы и воркаут-площадку. Руководству Алексей Текслер дал задачу – обустроить еще и стадион. Нехватка спортобъектов – вообще проблемное место Копейска. Сейчас полным ходом идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Напомнил губернатор главе города и еще об одном долгострое – хоккейном корте. Два года, да, действительно. А вы заказчик? Муниципальный заказчик, совершенно верно. Из-за того, что как раз подрядчик ушел, долго оценки были. Соответственно, мы сейчас все оценили, отфиксировали. То есть мы можем параллельно вести судебный процесс и параллельно его доделать. Есть Копейску и чем похвастаться. Губернатору презентовали городскую библиотеку после ремонта. Теперь это не просто место, где берут книги, а целый научно-просветительский центр. Вай-фай, стеллажи с крупношрифтовой литературой, книги с дополненной реальностью. Особая гордость сотрудников – отдел для слабовидящих детей. Помогают книги, которые снабжены вот таким волшебным карандашом. Волшебный карандаш включается. Волшебный карандаш. Озвучивает себя. Прикладываем и читаем волшебный карандаш. Есть даже 3D-шлем, с помощью которого каждый горожанин может прогуляться по закрытым Копейским шахтам и изучить историю города. После виртуальной реальности чиновникам все-таки пришлось вернуться к реальным проблемам. Самые актуальные из них – это переселение из ветхоаварийных домов, нехватка соцобъектов и отсутствие дорог. После разговора с главой губернатор отметил, что за последние годы Копейск значительно изменился. Но уровень его развития по многим направлениям отстает от Челябинска. В отдельных местах, конечно, разница с Челябинском чувствуется, что неправильно, учитывая близость этих городов. Основная задача на ближайшие годы и социальную инфраструктуру, и благоустройство, и дороги, и отдельный акцент на жилищно-коммунальное хозяйство. Ускорить решение проблем могут и сами копейчане. Это позволит сделать программа инициативного бюджетирования. Среди вопросов, которые губернатор поручил отработать по просьбе горожан, новая дорога в поселок Горняк. На эти цели выделят 93 миллиона.